Я тоже живу в Самаре, у меня Думру, говорит, мигнян, мигуста. А меня, кстати, к Думру не хотят подключать. Когда-то давным-давно... Что за темнота? Темнота как к жопе у негра, я вообще ничего не вижу. Начинает потихоньку проясняться. Во, небо вижу. Красота-то какая. Наконец-то на свет вышли. Так, тут есть кто-то. И вот, Думру не хочет ко мне проводить интернет, потому что когда-то давным-давно им отказали, и у меня в доме один-единственный подъезд не подключен. Хотя я не сильно расстраиваюсь. И так с интернетом все вроде в порядке. Где они? Кто-то же должен быть. Еще никого нету. Откуда-то звуки доносятся, а? Кто-нибудь сможет сказать? Привет, у тебя стоят графические моды, и где худ? Да, стоят моды, и в том числе на худ моды стоят. И какие моды установлены, вы можете посмотреть на Кибергейме. Открывайте страницу Кибергейма, там есть полный список модов. Я не стал его копипастить на СК2ТВ, потому что... Потому что мне было лень. И я не знаю, как там теги спойлер вставлять в описании. Потому что я краб. Этот замок Завиревольфа минут за три зачистил, говорит, трубочист. Ну, только это Завиревольфовича, Владимира Завиревольфовича. А вот... Котейка маленький, низкоуровневый, без брони. Такой весь мимими. Он, к сожалению, плохо зачищает это все. Где все вообще? Денежки. Ключ от зубов Алдара. Ученический сундучок. Упс. Сейчас будет главарь, говорит, трубочист. Спасибо. Предупредил вовремя. Однако взлом повышается. Я могу вам сказать, почему я до сих пор не повысил уровень. Потому что я сохраняю повышение на тот момент, когда у нас будет все плохо с хитпоинтами. И мы не сможем нормально... Так, слушайся, а куда отсюда идти, а? Мы не сможем прохиляться. Только как раз и как с помощью поднятия уровня получится. Иди туда. Я не слышу. Приду в город равноправным членом общества. Я что-то слышу. Здесь, по-моему, спрыгнуть можно. Но мы не будем спрыгивать, потому что назад придется возвращаться. Где здесь можно куда-то зайти? Там, где ключ, должна быть какая-то дверь. Правда ведь? Нас заметили. А, они снизу! Снизу хитрецы! Давайте прятаться. Сделаем вид, что нас не было на самом деле здесь. Сюда можно еще проползти. Эта дверь на мастере. Ключ от нее. Проверим обязательно. Вот еще одна дверь какая-то. Дверь! Эксперт! Вот! Это та дверь, которая здесь на самом деле. Грязь глаз выклеиваю. Ничего не видно. Одни мухоморы в бочках. Соль. Новичковый сундучок. Интересно, что будет с драконными жрецами. Ой, жопа будет! Будет такая большая жопа. Но ничего, мы справимся обязательно. Затащим с помощью тактики, скилла. На бешеном микро. Потихоньку они чаряют нас из вида. А мы тем временем возьмем здесь, отдохнем. Можно здесь прилечь. С удовольствием отдохнул бы. Хотя нет, не время для отдыха. Господа, нужно двигаться вперед к своей цели. О, наук скрытности повышается. Прекрасно! Нам нужно 40 скрытностей минимум, для того, чтобы можно было из скрытности стрелять трехкратными выстрелами. Идея минуя ключ открывает все двери в этой локации, говорит турбочист. Я вернусь обязательно. Сложность мастер. На мастер вообще, конечно, беднягу лучник ловнет как только могут. Направо и налево. Больше ни за что не пойду в эту вонючую тюряку. Лучше помру, чем сдамся. Правильно. Поддерживаю. Лучше сдохнуть. Зачем... Зачем жить, если можно умереть? Это вопрос, который очень многих интересует. Где? Кто? Кто здесь? Меня нету на самом деле. Сделаем вид, что им показалось, потому что эти тупые бандиты, они постоянно замечают кого-то. Начинают бегать по местности, искать. Никого не находят. И потом думают, а, мне показалось, двоих друзей убили. Ну и ладно. Бывает. Не спрятаться от меня. Где? Где этот звук был? Уже светает, кстати говоря. Мы тут почти всю ночь провозились внутри. Не спрятаться. О-о-о! До-до-до-до-до-до! До свидания! Я ошибся фортом! Я уверен, что выйдет. Главарь бандитов. Это был как раз главарь бандитов. Давайте как раз засыльемся на этом месте. Помню это место. Тут пара шмоток с чарами будет гореть трубочистом. А здесь, скорее всего, рандомная генерация. Где ты? Он нас не видит. Тупой. Не видит. Прячемся. Котаны, делаем вид, что нас нету. Тебе не спрятаться от меня. Спрятаться. Да я за дверью спрятался просто. Власти настройки. ИНБ. Шифт плюс центр. В целом графон не изменится, но тотально темень можно убрать. Да, я знаю. Муравинг. Еще можно сделать не такими уж прям вырвелазно яркими... Дневные локации. Так, все, нас заметили. Ждем, когда он боится здесь и стреляем. Так, я вступаю правильно, да? Стрельба повышается до 38. Но что-то он не очень поддается. Куда он убегает? Что с ним? Что, плюешься? Не дождемся, братья меня. А-а-а, Ран Фэйлайс. Спасаемся. Из тебя выйдет отличный коврик, киска. Нет, ну зачем, ну как? Ну почему, ну так близко были к тому, чтобы его убить? Ну, главарь бандитов, ахаха, полегче, пожалуйста. Сейчас будет боль, говорит Зе Пейн. Да, я вижу эту боль. Какой уровень сложности. Да, мастер, конечно же. Я же говорил только что. А, ну ты, наверное, не слышал этого. Кому-то пригодилась сабатрана, говорит рвочист. Не, ну я почти что его забил, вы видели? Я просто затупил в последний момент. Нужно не... Второй выстрел сделать было отбегать опять. Казить его, получается он тупой. Да, я здесь. Ну? Чё, ну он не хочет нападать? Да, да, ударь меня в спину. Ну чё ты не хочешь атаковать меня? Эй, подходи! Не тупи, это нечестно. Я не хочу такой нечестной битвы. Пускаем в него и бежим отсюда. Из тебя будет отличный коврик, киса. О, какой коврик в нас входит. Лечимся и бежим. Бежим и лечимся. Теперь переключаемся обратно на лук. Отходим, оступаем дальше. Усыпи, попробуй. А ты в камне застрял. Ахаха. Ахаха, лалка застрял в камне. Давай, 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 беги. Как он шевелит ногами. Ну, это нечестно. Сейчас мне не нравится вот это всё. Ахаха, ну подходи ближе. Да, во, наконец-то он сподобился. Подходи ближе. Ой-ой-ой, я упал. Отходим, отступаем. Быстренько бегом, бегом, бегом. Я тоже на этом камне залип. Камень-то опасный, коварный. И есть! Он почти что мёртв. Хитро его вбок добиваем. Марк Рус говорит, у меня одного лагает. Нет, не у тебя, но... Это всё проблемы вашего интернета, потому что у меня дропов нету. Всё хорошо. Так, стальной двуручный меч. Стальной кинжал. Всё довольно посредственное. Стальные имперские перчатки. Вот их можно взять. У них стоимость квеста очень хорошая. 13,75. Ну как очень хорошая? Получше, чем у всего остального. Из-за того, что здесь полудовать трофейного можно. Хватит киню. Так, так, так. Какие моды стоят? Колтик. Если ты хочешь узнать, какие моды стоят, открой страницу на Кибергейме. И там под плеером на Кибергейме... Так, а что тут можно ещё куда-то пройти? А, не-не-не. Я же поднимался... Куда? Я не в ту сторону побежал. Вот. Так вот, на странице на Кибергейме там написано, какие моды установлены. Все, полный список. Я просто по кругу сейчас пробежал, а нужно в башню вот эту зайти. Здесь я обкрадывал. Да, пусто уже всё. Иди в башню, там сундук и вещи всякие. Так я иду. Ну я же не на Кибергейме спросил, но потому что я не стал на СК2ТВ написать полный список модов. Наверное, надо написать. Там нужно его под спойлер запихнуть. Как под спойлер запихнуть, я не помню. Я не знаю, вообще знать не хочу. Так, ладно. В общем, я дно. Такое бывает. Скоримчик. Такой весёлый, классный. Самое главное в Скоримчике, что есть это пространство. Ощущение того, что можно пойти куда угодно. Свобода. Просторы. Свиток проклятия нежити. Что он делает? Поджигает нежить уровень 30 и ниже и обращает её в бегство. Недурно. Вызов питомца. Призывает питомца на 60 секунд в точку, в которую указывает заклинатель. И зелье лёгких ног. Вас на 10% труднее обнаружить в течение 60 секунд. Кстати, неплохо. Основа конструирования замков. Это взлом, наверное. Да, навык взлом повышает нам. Ну и мусорный лут попался. Что поделаешь, кстати говоря, я вам так скажу. Лут респавнится раз, по-моему, в месяц, что ли, или недель сколько-то. Так, лунный Лархан. Изменения. Блин. Легенда о Красном Орле. Зачем мне изменения? О! Эта книга даёт квест. Найти меч Красного Орла. Что-то про орланов пишут. История-то записана по воспоминаниям Кларисы Вьен, учащейся в Интерхолда. Элементы легенды позволяют датировать описание событий около первой эпохи 1030-го года. Хотя, как и со многими устными преданиями, многое в ней является поздними наслоениями. Не безинтересно, что рассказы о подобном короле и его легендарном клинке появились в других древних михах предела. Я же её взять хотел, да? Я надо нажать. Вот возьмём книгу. Какой-то квест нам дала. Эта книга. Какой-то меч надо искать. Ну, вот будем этот меч и искать. Что за текстур пак юзаешь? Текстур пак под названием Cheap But Good от Langley. Это комбинация различных текстурных улучшений из множества других модов. Очень хороший пак. Я вам рекомендую. Наверное, самый лучший сборник текстур для Skyrim вообще. Какой есть. Потому что он, с одной стороны, действительно детализированный, качественный и классный, но, к всему прочему, там все текстуры друг к другу хорошо подходят и сделаны со вкусом. Раз в 20 дней, если полностью игнорировать локацию, если мимо пробежал, то все сбрасывается, говорит Моровинк. Ну да, раз в 20 дней, по-моему, или что-то такое. Я не помню точно, поэтому не буду говорить, что да, действительно так. А я сейчас вернусь, наверное, в башню обратно и попробую полутить то самое место, которое мы пропустили. Ну там вот, помните, экспертная дверь была? Так, куда нам теперь идти? Кстати, можно поспать здесь. Но спать сейчас не будем, потому что у нас, возможно, Темное Братство схватит после этого. Мы у Темного Братства уже выполнили квест самый изначальный, который на убийство старушки в приюте. Но это не у Темного Братства, конечно, мы как бы перехватили его у Темного Братства. Как Скай теперь к железу требовательный? Да, Скай Рим ужасно требовательный к железу на открытой местности, там, где травы много. Потому что если ставить моды, в особенности на дальность видимости, прорисовки в открытых местностях, на траву, там всякие флоры, оверхалт, трава на стероидах и так далее. То есть эти моды, они очень жестко съедают производительность. А в остальном, в остальном, конечно, все, в принципе, более-менее. Если у вас более-менее нормальная, кстати, видеокарта, то с модами этим еще ничего. А когда вы еще ЕНБ добавите поверх этого, то станет совсем плохо. Вот у меня по отдельности, скажем, ЕНБ может в 60 фпс работать нормально на открытой местности, или те же самые моды на всякую травку-муравку и растительность тоже на 60 фпс работают вполне спокойно. Так. Крочное ночное зрение. Но как только включаешь ИТИ-ИТИ одновременно, я сохранюсь, наверное, здесь на всякий случай, то в некоторых местах начинаются проседания ниже 60 фпс. Это слегка расстраивает, куда я вышел. Я правильно иду-то надеюсь? Про дверь не забудь. Так я так раз за этой дверью иду. Хотя уступил в РАЗ. Там нормальная ждать хороший, говорит, рубочист. Но я пока что в гильдию воров вступил, в РАЗ еще не успел. Нам нужно получить метку и поспать. Ну, письмо, точнее говоря, там вроде получать надо. А с гильдией убийц, да, мы обязательно в темный БРАЗ-то вступим. Там тоже броньку выдают. Здесь везде броньку выдают, на самом деле. Направо и налево. А вот, кстати, дверь. За что? Ну почему? Ну, дверка, пожалуйста, откройся сама, я тебя прошу. Если схватят, убиваешь любого кота, например, он хамит много и все. О, Грэдзентал. Я даже пытаться не буду. Но, увей, нет пути, к сожалению, с моим скиллом. Облом. Согласен, полный облом. Левелап, на самом таком случае, наверное, у нас восьмой уровень. Мы поднимем себе здоровье опять. Девятый уровень. Ну, девятым можно запас сил качнуть. Десятый уровень. Хух. Десятого уровня у нас уже кошечка. С любым скиллом можно открыть. Грэдзентал, да, я знаю, вопрос только в том, насколько быстро открыть. Потому что с любым скиллом, не с любым. Вот с маленьким скиллом дольше придется к вариации искать то место нужное. Мега интересный геймплей с открыванием замков. Ужасный, конечно. Магию-то цель юзай. Ну, магию мы особо не юзаем. Что у нас со стрельбой? 38. Есть два перка. Уложиться мы сейчас пока что не можем в избыточное натяжение. И в... Критическое попадание, кстати, я не буду вкладываться, наверное, вообще. Критический выстрел совершенно бесполезная вещь. Вы знаете, как Крит рассчитывается в Скориме? В Скориме Крит рассчитывается от базового урона оружия. Без энчанта, без навыков, без улучшений, без всего вообще. Полностью. Чистый, совершенно базовый урон от оружия. И критический выстрел дает, по сравнению с теми же прокачками, кузнечеством, энчантом, ужасно маленькие бонусы. Просто чудовищно маленькие. Вот прицеливание с приближением довольно неплохо для стрельбы издалека. Есть очень классная вещь. Вот этот мощный выстрел просто, наверное, must have перк в стрельбе. Ну, ё-моё, пройди тогда до скелетонки из обеянной гильдии, говорит Моравинг. Ну, так можно, да? С одной ручкой еще можем сделать. Можем поднять вот этот вот навык. Да. Вообще, из оружейных навыков хороший еще есть парализующий удар. Ну, как он? Не очень, конечно, хороший. Силовые атаки наносят 25% дополнительного урона. Вот это на 25% повышает силовые атаки, что очень хорошо. Хороший перк. Здесь двуручки мы двойной вихрь докачаем и обязательно мясорубщику, которая наносит больше урона силовых атак. Что у нас основная идея нашего котика это ДПС и скрытность. Скрытность и ДПС. Можно скрытность, кстати, качнуть. Удар в спину. Сколько там требует. Ой, не туда полетел я. Приглушенные шаги не так важны, как, собственно, навыки в броне, которые снижают шумность брони, ее вес полностью убирают. Криты замедляют врагов, кстати, не очень. Нет, там не криты, там другой замедляет. Скрытые атаки в шестер больше урона. Но я не использую одноручные атаки, скрытные. Я стреляю, нам нужно до сюда докачаться. Пойдем, наверное, пока что засейвлю или вот этот вот, качнуть, качнуть, один. Один качнем в скрытности. Один перк засейвим. И сейвушки сделаем. Ну, теперь будем выбегать, наверное, с другой стороны, где мы вошли, со стороны входа. Я юзаю скорее мультимейн графикс, говорит, Зентал жрет много, но моя старенькая 408-я печка справляется. Вообще, на самом деле, я очень скептически к сборникам отношусь многим. Хотя, наверное, хорошие есть сборники. Квырки в качаем, младшая аудитория привлечет. Конечно, что там было. Нас чуть не убили опять только что. Ха-ха-ха. Вы можете использовать в благословении только одного камня-хранителя за раз. А, точно, слушайте, нужен камень. Лорда использует тот камень, который дает резисты и защиту. Сколько у нас веса? 284 из 385. 100 веса осталось. Я, знаете, что сделаю? Наверное, сейчас отойду на пару секунд, не вернусь. А вы подождите меня. I'll be back прямо через мгновение. Не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok и не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я вернулся. Итак, что там будем делать дальше? Ночное зрение выключи. Да, конечно, правильно. Нужно выключить ночное зрение, потому что слишком все ярко выглядит. А на самом деле, только график-то не такая белеса, как при ночном зрении. Спасибо за подсказку, а то я бы забыл про него. Камень Атаранаха позволяет всасывать заклинания, но убирает резиген маны. Нет, я про другое. Я про камень Лорда, по-моему. Вроде бы он дает там какие-то бонусы к защите. К 25 резистам. Где-нибудь висит список модов стримера? Да. Список модов стримера висит на Кибергейме. Я под плеером там. Ну, открываешь канал Кибергейма и там будет. Какой-нибудь боговал квест от Сидородых на поиск слова Силы? Да вроде. У меня, по крайней мере, квесты от Сидородых никогда не лагали и не боговали. Вообще здесь везде волки лежат, а? То есть можно объяснить, в чем проблема этих волчков. Нам нужно перейти сюда, а потом вот сюда зайти. Брат, тебе тоже привет. О, слышите эти звуки, да? Эти звуки издает Кори Нирна один из редких ингредиентов, которые нужны еще по какому-то квесту. Вот он, кстати. Опа. Добавлено. Будем их собирать потихонечку. По всему скорее, мы полны-полно этих корней разложено. Лесопилочка. Домик какой-то. Теперь самое главное, какую сторону повернуть надо. Нам нужно по дороге поворачивать и идти сюда. Привет, стражник Крифтона. Кто у нас в домике живет? Ой. А, это просто к нам кто-то подбегает. Я уже думал, опять очередные бойцы. Тебе просили кое-что передать. Лично в руки. Лично в руки, да? Посмотрим. Лично в лапы надо говорить. Письмо от Ярла? В гору идешь не иначе. Письмо от Ярла? Ладно, мне пора. Зачем мне письмо от Ярла? Мне должны были передать письмо из Темного Братства же. Ладно, письмо от Ярла Фалкрита. Фалкрита? Позволь мне представиться. Мое имя Сидгейр. И я имею честь быть Ярлом гордого древнего города Фалкрит. Моя куши достигла молва о твоих подвигах с Харими. Если ты желаешь стать таном владения Фалкрит, зайди поговорить со мной, как будешь в Фалкрите. Ехал через Фалкрит Фалкрит видит Фалкрит заехал Фалкрит блин. Один Фалкрит. Титул не только принесет тебе честь и уважение он и позволит тебе иметь личного хус Карла. Могу также сообщить конфиденциально, что если твои услуги окажутся полезны мне, то ты сможешь приобрести в собственность участок землевого владения. Жду нашей встречи с уважением Сиддегейр Ярл Фалкрита. В город везем? Корнирный, редкий. Ну, он режет других очень многих ингредиентов, на самом деле, да. Дэдпул, тебе добрый вечер тоже. Дом строить предлагают, да? Все хотят, чтобы мы построили дом, завели мужа. Ну, это же Скорим, он такой весь толерантный. Правильно. Все записи стрима со Скорима есть на канале. Дэдпул есть записи как на Кибергейме, так и на Ютубе. На Ютубе я еще, правда, не выложил вторую часть вчерашнюю, но выложу после этого стрима. Что у нас за место здесь? Нет, извини. Ничего. Тут на лесопилке только мы с мамой. Отца нет. Мы не знаем, что с ним случилось. Бедняги. Остались без отца. Без отцовщина растет Скорими кругом. Долуца на домик. Да. Хартфайр. Замечательный ДЛЦ, который позволит вам создать свой собственный уютный очаг со всеми возможными релестями. Жениться на том кузнеце из рифта, иногда говорит трубочист. А почему бы и нет? Я надеюсь, он любит котиков. Таких вот милых, веселых кайшар. Я в ту сторону бегу. Я только что сейчас развернулся. Да, я развернулся не в ту сторону. Корень нервный, не респаунится. Вот там вся его проблема, говорит Моровинг. Ну, может быть, да. Да и в целом он не особо частый такой гость. Летим, бежим вперед. Куда нам нужен-то? Давайте посмотрим. Так. Здесь мельница. Здесь у нас... Вот как раз здесь где-то нужно выйти нам к воде, к островам и по островам отправиться вперед. Олени бегают. Вот, куда-то туда вдаль, на дальний берег. Упс. Игрушка зависла. Печаль-беда. Нужно что-то делать с ней. Придется заново перезапускать. Я надеюсь, я сохранялся. Ой, у меня бывает такая фигня. Она, видимо, связана с тем, что я увеличил расстояние от рисовки или еще с чем-то. Но сейчас это все исправим. Все, немножко подождите полминутки. Так. Скорим закрылся. И я его перезапускаю. Где у нас там последний сейф? Автосейф. Это мы как раз только что вышли, видимо. Вон оно. Далековато, конечно. Вот. Где это мы? Это мы сейчас только что вышли как раз из той башни, которую мы, в общем-то, зачищали все это время из фортика. Покажет еще раз свет, раннее утро и бежим опять по дорожке. Я постараюсь к следующему стриму исправить эти баги с модами. Ой. Придется еще раз Скорим перезапустить, потому что там мало его перезапускать. Таким образом, нужно еще не забывать одну вещь сделать. Нет, задержки вроде нет никакой. Настя, я там кивергейм написал, прочти, говорит Рамур. Где написал? Где? Ну ладно, я сейчас еще прочитаю. Прочитаю чатик вверху тебе кивергейм, написал, говорит Мендоса. Добрый вечер, говорит партнерка с приключением. Качество ваше. Напишите мне в скайп после стрима и я расскажу, как подключить. С Новым годом. Спасибо. Обязательно напишу и вас тоже с Новым годом. Так, кивергейм пишет поздравляю, говорит инфогнито. Да я вас поздравляю в первую очередь, потому что многие страдают из-за того, что качество слишком большое. Теперь ваше страдание закончится. Поставь ган. Что? Мод какой-то на пушке, небось. Нет, каких-то супер-мега идиотских модов я ставить точно не буду. Так, включаем режимчик. Один очень важный, который не позволяет скайриму сворачиваться. Это раз, это то, что нам нужно сделать. А во-вторых, что я хотел сделать? Что я хотел сделать? Катаны, расскажите. Просто меч им бы нету. Ну ладно. Просто мечи меня не интересуют. Скажу вам так, те моды, которые меня интересуют в первую очередь, это моды на удобство. Те, которые делают игру гораздо более удобной. И те, которые правят баланс так, чтобы он оставался в рамках здравого смысла, скажем так. Потому что очень много модов, которые правят баланс, они создают совершенно какое-то бредовое, дезбалансное положение дела в игре. Когда вас, например, просто кто-то унижает дико, а других вы продолжаете все так же ваншотить. То есть имба, она должна правиться не тем, что просто задирается шкала сложности дико в небеса, отключается возможности лечиться, или еще что-то такое происходит. Имбу обычно в играх правят тем, что дают игроку больше возможностей справиться с тяжелыми угрозами, и угрозы, которые особо не представляют враги, против них, ну, соответственно, делают бои более сложными. Но не настолько, чтобы они вас овнили направо и налево. Добавь мод на арбалеты. The Pain, арбалеты есть, они вместе с Дон Гордом появляются. Так что все хорошо. Не переживай, арбалеты будут. Привет, мистер Санек. Лис, не мне. А где голые бабы? Ксел, голые бабы, это всегда классно, особенно те, которые выглядят как какие-нибудь анимешные, размалеванные проститутки. Это просто супер. Посмотрим. Ого! Ну, вроде все. Ну, письмо от Ярла. А я и не знал. Есть арбалеты дополнения, говорит Мендоса. Да, действительно, есть. Да, если уже кибергейм-моды советуют, рекомендую мод. Какой? Сейчас откроем. Сейчас как откроем. Стейбл Югриста Лот. Да, я его использовал. Но этот мод, он позволяет в первую очередь тестировать Югриста Лот настройки. Сами все эти настройки, они через инишник делаются. И там, соответственно, через инишник я настройки сделал, чтобы была чуть подальше область отрисовки в открытой местности. То есть, например, если бы не было этих твиков, то здесь вот, где я смотрю, сейчас камней спереди особо не было. Была бы голая скала по большей части. Травки тоже бы не было видно и так далее. Вот. Ну, там такой тонкий, на самом деле, твик, потому что мало того, чтобы дальность отрисовки увеличить, нужно еще увеличить количество предметов, которые буферизируются в открытой местности, ну и проще. Женить, говорит, трубочист и называет имя какого-то персонажа. Зачем жениться? Если можно просто воровать, убивать, бухать и употреблять скуму. Эй, злокрыс-то куда? Злокрыс куда-то убегает. Купи себе Икс Ком Энаме Анонго, изместер Санек, пока в Стиме скидка. Ну, вы можете мне его подарить, потому что я не особый фанат этого Икс Кома. Вот, раз уж скидки. Ссылка на Стим есть внизу в описании стрима. А так, в принципе, я все в этот Икс Ком новоиграл, даже немножко на стриме было дело. Но я его не прошел, потому что меня, честно говоря, не особо зацепило. Старый Икс Ком гораздо больше мне нравится тот самый, который первый. И я его продолжаю проходить в ближайшее время, не позже понедельника. Наверное, уже финальный стрим по Икс Кому. Так что ждите. Кибергейм, я говорю, именно я на 11 играю. Этот мод позволяет сгружать сейвы с любым игрецом лод. Да, я знаю. Я в курсе того, что этот мод позволяет делать. Но вот мне самое главное выяснить, почему у меня время от времени где-то раз в несколько часов происходит зависание. Видимо, память заполняется полностью или еще что-то в этом духе. То ли это из-за ЕНБ, то ли это из-за вот этих югрицев, то ли еще из-за чего-то. Не то, чтобы что-то смертельное. Играть почти что не мешает, но неприятно довольно-таки. Так, ну что ж, нам нужно в эту сторону. Вот как раз островки. Как раз на ней будем сейчас перепрыгивать, переплывать здесь. Хотя одну бутылочку с кумы-то выпить за всю игру выпил. Пока что нет берегу. Но это же наркота, ее нужно толкать и не пить самому. Так, где мы тоже можем перейти его? Как раз у нас островки справа есть. Поплыли сюда. Бедная котейка. Ей приходится плавать. Вы знаете, как коты не любят бегать и плавать по воде. Он весь аж капает с него ручьем и льется. Советую запустить в окне, говорит моровинк, плюс расширение на уборку рамки. Да, я пробовал так делать, конечно, но насчет стабильности я не уверен, что будет стабильнее. Скорее всего, не изменится ровным счетом ничего вообще. Но мне игра в окне не нравится тем, что там несколько больше, несколько меньше производительность и лаги некоторые появляются. А так в основном все то же самое. А, да, еще плюс нельзя управлять настройками яркости в игре. Вот. Ну что, давайте теперь в присядочку, осторожненько. Нас говорят видят. Кто нас видит? Кто нас может видеть? А, вон там какой-то за нами пытается гнаться. Мы, наверное, с него свалим и пытаемся скрыться. Коврик он хочет из меня сделать, я хитрец. А еще ты ничего не хочешь? Закатательную машинку, например, купить. Я продаю. Вот, кстати, еще один корни нирно здесь. Возьмем его. Только что я говорил, что корни нирно редкие и тут же нахожу вторую же. Что это за шланг на заднице? Это хвост. Не надо обижать котейку, он тебе придет во сне зарежет потом. Предлагайте ролейплей каждые 15 минут выпиваясь по бутылочке скумы. Говорит, инфогнито. Искай скуму любой ценой. Ну, это, наверное, будет пропагандой наркотиков. Вы же знаете, что случилось с одним сайтом фанатским по Иванлайн? Его в Роскомнадзоре выпилили по той причине, что на нем была пропаганда наркотиков. Нет, вот серьезно, просто так вот. Взяли и выпилили сайт за пропаганду наркотиков, потому что на нем было просто описание из игры игровых бустеров каких-то там. Нужно проникнуть через канализацию, обыскать сейф, обчистить, сжечь три пчелиных улья. Так, что еще у нас есть? Ну, давайте сюда, назад ровно пойдем, развернемся, переплывем это место. Каких наркотиков, говорит, кошак? Кожак. Каких? Обыкновенных. Наркотиков под названием, там, знаете, Blue Pill Boosters, еще что-то такое, которые увеличивают, например, там, скорость движения, скорость стрельбы, еще что-то. Но это не наркота, на самом деле. Это просто, ну, бустеры, считайте, как какие-нибудь, не знаю, почти что энергетический напиток, только немножко нелегальный. И, тем более, игровой. Но Торском надзор настолько классен, что он даже за такие вещи умудряется сайты закрывать. Сейчас мы будем тут пить скуму, продавать ее направо и налево, и нас тоже закроют вместе со скотов ТВ и кибергеймом.